Продолжение следует... Странное название – английский язык программирования. То ли это английский язык, то ли это язык программирования. Разве может быть такое, что английский язык используется для программирования? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я работаю сейчас по проекту в сфере медицинского страхования. И там очень много нормативных актов, которые детально регулируют, как именно должны обрабатываться данные. То есть логика работы записана естественным языком. То есть вот такая предметная область. Данных много. Это вот те самые big data. И поэтому эти данные должны обрабатываться, безусловно, компьютером. То есть компьютер должен исполнять логику, написанную в нормативных актах. Вот это нарисован компьютер, который пытается с такой задачей справиться. Значит, вот у нас существует уже система, так скажем, legacy-система существующая. Она более-менее справляется со своей работой. Эксперт предметной области, так называемый доктор, он описывает, что должна делать система на полуформальном языке. То есть более-менее приближенным к тому, чтобы программисты могли понять. Но этот полуформальный, естественно, компьютером не понимается. Потом целая группа разработчиков, называется группа конфигурирования, потому что там еще есть группа, которая разрабатывает саму систему. Они эти правила вносят в систему с помощью больших форм с большим количеством чекбоксов. Вот. Это у нас вот такая группа конфигурирования. И вот эта система, которая они конфигурируют, внутри эти бизнес-правила изображены в виде дерева. Есть еще группа тестирования, которая дает заявки и проверяет в полуручном режиме. И в боевом режиме к нам приходят настоящие заявки, бизнес-правила отрабатывают, и дают некоторый ответ. Бизнес-процесс, который связан с такой системой, занимает месяцы. То есть для того, чтобы внести какое-то изменение, нормативные акты меняются постоянно. Каждый месяц, каждые три месяца, каждый год. То есть все меняется регулярно. Поэтому необходимо вносить изменения. И эти изменения доходят до продакшн в течение одного-двух месяцев. Значит, вот то, что как бы концепция вот этого языка заключается в том, чтобы изменить бизнес-процесс, описывать на не полуформальном языке правила, а на более жестком языке формальном, который однозначно может быть интерпретирован компьютером. Но при этом остается понятным напрямую экспертом. Тем самым у нас исключается группа, которая вот здесь находилась. Группа людей, которые будут эти правила читать, интерпретировать и объяснять компьютеру. Благодаря вот такому подходу доктор может, меняя правила, сразу увидеть результат их выполнения. Но это, поскольку там интерпретатор, никакой компиляции не требуется делать. Он может сразу посмотреть на тестовых примерах, что получается в результате. Вот пример такого правила. На таком языке, на подсветку синтекса, внимание, мы можем не обращать, потому что она сделана здесь с помощью какого-то стандартного подсветчика синтексиса, который не знает про этот новый язык. Что мы здесь видим? Мы видим самое главное, это бизнес-логика. Вот оно правило. Правило формулируется если, то, иначе. И язык expression language, то есть он всегда имеет значение. То есть никаких побочных эффектов, ничего мы менять не можем, можем только возвращать резонирующее значение. Значит мы видим, что объявление новой переменной, но она условно переменная, это всегда константа. То есть мы объявляем константу с помощью вот такой конструкции let be. И значение переменной это функция years, примененная к числу 10. Следующее то же самое. Здесь мы видим if. Это ключевое слово, которое начинает вот эту конструкцию if than else. И дальше ожидается булевское выражение. Булевское выражение также имеет структуру вполне себе понятную. Мы имеем обращение к переменной, обращение к ранее определенной функции, ну и использование другой переменной. Вот. То есть это так в общих чертах основа того, как все это работает. Дальше я расскажу, как это внутри устроено, чтобы вот это стало былью. Так. Так. Значит вот поскольку у нас язык формальный, мы на выходе после его анализа, во-первых, мы можем обнаружить ошибки и сразу сообщить доктору, что так и так, вот здесь ошибка, мы не можем понять. Первое. Второе. Мы можем построить дерево из этого кода. И уже это дерево потом в дальнейшем исполняет с помощью интерпретатора. Вот это кусочек дерева, который соответствует реальному правилу. Ну какое-то реальное правило. И узлы дерева проверяют какие-то условия. И двигается логика исполнения, двигается по разным путям. Поскольку у нас… Почему возникла вообще задача реализовать внешний DSL? То есть вот внешний DSL, все, наверное, знакомы с внутренними DSL. Это когда мы внутри нашего языка, там Java или Scala, внутри мы используем некоторые неестественные для собственного языка способы выражения наших мыслей. То есть когда мы используем нестандартные имена методов, нестандартный способ вызова этих методов, например, Fluent Interface, только с той целью, чтобы обеспечить читаемость и читаемость того кода, который потом мы будем видеть. Вот это то, что называется DSL внутренний. А внешний, почему пришлось делать внешний? Потому что доктора, мы хотим, чтобы доктора напрямую им пользовались. Без компиляции, без всего остального. Поэтому мы сделали внешний язык отдельно. То есть, естественно, мы сначала сделали внутренний, потом оказалось, что он интересен, а потом уже стали делать внешний для того, чтобы он поддерживал такой естественный, близкий к человеческому языку код. И самое главное, что язык не всегда имеет смысл делать. То есть если у нас задач мало, то нет смысла делать язык для них. А вот когда у нас целый класс задач, то есть когда нам надо громадное количество нормативных актов превратить потом в логику, делать язык имеет смысл. То есть он как бы экономически оправдан. Небольшое отступление про лямбдоисчисление. Вот этот язык полностью основан на лямбдоисчислении. Поэтому необходимо сначала кратко сказать, что такое лямбдоисчисление. Лямбдоисчисление – это достаточно маленькая конструкция. Вот она буквально вся описана в этих нескольких строчках. То есть в языке лямбдоисчисление есть некоторое переменное. Мы можем объявить функцию, которая здесь называется абстракция. То есть функция принимает аргумент и потом что-то с ним делает. В данном случае у нас типизированное лямбдоисчисление, поэтому мы здесь добавили буквку T. А вот эта буквка маленькая – это означает определение функции. Оно может включать другие элементы. И второй, точнее третий элемент лямбдоисчисления – это применение функции к какому-то другому значению. И в лямбдоисчислении функция является first class. То есть ими можно оперировать, их можно передавать дальше куда-то и так далее. И оказывается, что вот это лямбдоисчисление достаточно богато для того, чтобы… ну оно полное по тьюрингу. То есть мы можем любую задачу решить с помощью лямбдоисчисления. Это еще оказалось открыто Чорчем или как бы придумано Чорчем в 30-е годы прошлого века. Потом это несколько забылось. Потом реинкарнация была в Лиспе. И сейчас как бы возврат к функциональному подходу происходит. Почему? Потому что он оказался гораздо лучше при параллельном вот этом исполнении. Когда у нас много ядер, нам необходимо использовать вот эти вот подходы функциональные для того, чтобы писать нормальные надежные программы. Вот. Что интересно, вот как бы базовые типы, они на само учисление не оказывают влияния. То есть в исчислении проверяется, что типы совпадают, и на этом успокаиваются. А дальше уже, пожалуйста, делайте, что хотите. И самое главное, что делает лямбдоисчисление, это вводит новый тип, вот такой стрелочкой. То есть это функция из одного типа в другой тип. Еще один важный элемент, который мы активно используем, и который оказывается крайне важным для построения каких-то сложных систем на основе лямбдоисчисления. Это гамма-контекст. По большому счету, гамма-контекст это просто мап. Имя, значение. Ну еще в данном случае, поскольку у нас типизировано лямбдоисчисление, у нас еще связан тип. С именами связаны типы. И оказывается, что само вот это понятие гамма-контекста, оно настолько важно, что даже если мы не делаем лямбдоисчисление, все равно у нас в каком-то виде гамма-контекст это должен быть. Так, теперь закончили немножко с лямбдоисчислением. Если кто-то еще не ознакомился с ним, с ним можно познакомиться по книжке Пирса. Она такая заумная. Но Бенджамин Пирс. Языки программировали. Типы в языках программировали. Как так называется. Она чисто математическая. Ну в значительной степени математика внутри программных языков. Поэтому там с лямбдоисчисления можно хорошо познакомиться и понять, как это устроено с логической точки зрения. Теперь переходим к самому языку. CPL это означает Coutivity Policy Language. То есть это компания, для которой я работаю, это Coutivity. И Policy Language в полисе это политика. И задача в компании заключается в том, чтобы давать оценку заявкам страховым. Значит, первая ключевая особенность. Если мы видим обычный текст английский, то мы видим там термины. И в этих терминах содержатся пробелы. То есть первое, что нам надо как-то реализовать, это пробелы. В принципе, задача оказывается не такая сложная. И в Natural Language Processing там у них есть уже реализованные подходы, как с этим дальше справляться. Поэтому мы просто реализуем соответствующий механизм для работы с идентификаторами с пробелами. И уже одно это делает язык сразу значительно более похожим и привычным для докторов, чем язык с какими-то специфическими идентификаторами. Второй элемент. У нас функции могут применяться как к аргументу справа, так они могут вызываться как у объекта, который находится слева. То есть если у нас есть объект, и у типа этого объекта есть такой метод, то мы можем такой метод вызвать, применив его к объекту. То есть вот это вот такая особенность, которая позволяет нам, например, строить выражения, содержащие функцию в середине между двумя аргументами. То есть у первого аргумента оказывается, что есть функция, у которой может быть первым аргументом, а потом получившаяся резервирующая функция получает второй аргумент. Для того, чтобы выполнять сопоставление, используется стек. То есть мы читаем идентификаторы с пробелами, все прекрасно, и кладем их в стек. И как только мы видим, что два верхних элемента можно скомпоновать между собой, мы их компонуем. То есть правило очень простое. В принципе, классическая стек-машина, наверное, так можно сказать. Следующий момент. Здесь вот наконец появилось заветное слово скала. Да, все-таки немножко этот доклад про скалу. Но, наверное, это все-таки ближе… Ну нет, не последнее упоминание. Значит, почему скала? Потому что система типов скал, она как бы более такая целостная по сравнению с системой типов Java. И там есть некоторые такие возможности. нужные, которые нам здесь требуются, но которых не хватает в Java. То есть по большому счету, ну естественно, все типы Java здесь доступны, все методы Java доступны, ну и среди прочего доступны возможности, которые предоставляет скала. И мы помещаем наш код, чтобы он не пугал докторов, мы помещаем внутрь документа. То есть в конечном итоге доктор, когда эта программа уже отправляется в production, он не делает какую-то компиляцию, не генерирует жарников. Его задача – подготовить фактически PDF-файл и поставить свою подпись. Вот этот код я одобряю. И этот PDF-файл содержит что? Он содержит описание, название, ссылки на источники, откуда все это взято. И среди прочего содержит нужный нам код. А, вот здесь пример, как производится вот это сопоставление в стеке. Вот наша фраза. Первым делом мы прочитали два идентификатора. Ну, естественно, первый идентификатор прочитали, поместили в стек. Второй идентификатор читаем тоже в стек. Вот у них типы. Вперед. И здесь вот функция, которая принимает два аргумента. Перед и вперед. И мы видим, то есть анализируя типы значений, мы можем понять, что они сопоставимы. Мы подставляем и получаем вот такое выражение в стеке. Когда мы читаем последнюю часть, мы получаем уже boolean выражение. И вот это boolean выражение уже принимается if. Вот как выглядит примерно. Ну, если кто пользовался markdown, например, или asci-doc, или еще как-нибудь. То есть это обычный текстовый файл, в котором используются некоторые соглашения о том, как оформлять заголовки, как вставлять картинки, и среди прочего, как добавлять примеры кода. И на выходе можно вот этот текстовый файл, потом нажали кнопочку, получили html или pdf. Все как бы красиво и аккуратненько. Итак, непосредственно применить. Вот есть такая библиотека для скалы, называется parboiled, которая позволяет строить партия. Прекрасная библиотека и для подавляющего большинства задач, связанных с DSL, связанных с анализом логов, для чего только ее не используют. Она позволяет строить парсеры. То есть у нас есть модель предметной области, которую мы хотим заполнить. Есть исходный код, текст какой-то. Мы его парсим. И парсер делается очень быстро и просто. То есть вот там есть такой механизм создания парсеров. То есть мы говорим, токеном является либо число, либо слово, либо строка, ну и либо еще что-то. А потом расшифровываем, что означает, например, слово. Слово – это вот некоторые символы начальные, плюс несколько остальных символов и обернутое в обертку word. Ну то есть для того, чтобы мы могли потом с этим как-то оперировать программно. То есть вот этот парбойл позволяет создавать парсеры, которые выглядят как BNF нотация, Vecostar form и широко применяется. Весь язык CPL мы, к сожалению, не можем написать на парбойл, потому что все-таки есть специфика. Вот эти вот токены, которые у нас с пробелами, то есть вот эти вот моменты. Поэтому мы в какой-то степени повторяем логику вот этой библиотеки парбойл, но только на уровне наших токенов. То есть они как бы немножко… Добавляем еще один слой изоляции. Ну, например, вот мы реализуем такой парсер. Значит, вот здесь у нас есть комбинаторы парсеров. Последовательное исследование друг за другом парсеров. Ну, например, идентификатор, потом за ним еще один идентификатор, потом, например, какое-нибудь число. Вот у нас последовательное исследование парсеров. Альтернативы. И мы можем повторение. Если нам надо много идентификаторов взять, то вот у нас к линии один или больше, ну и так далее. Как я уже говорил, вот это понятие гамма-контекста, оно используется, естественно, в лямбда-исчислении. И там суть заключается в чем? Что мы просто имеем имена, и потом мы должны как-то подставить. И вот когда, например, читаешь, ну, читаешь этого пирса, и читаешь гамма-контекст, гамма-контекст, и везде про него что-то пишут. Кажется, ну что там, мап между именами и их значениями. Какая мелочь, какая ерунда. Оказывается, что это не ерунда. То есть, несмотря на то, что такая структура достаточно простая, она позволяет реализовать очень многие вещи. В частности, она позволяет реализовывать вложенные скопы. То есть мы можем обвелять локальные перемены, которые больше нигде не используются и нигде не доступны, тем самым обеспечивая инкапсуляцию. Позволяет реализовывать функции за счет подстановки фактических аргументов вместо формальных. Это всего лишь обработка этого гамма-контекста. И шаблоны, о которых я еще немножко ниже скажу, которые тоже являются одним из таких элементов, любопытных в этом языке. Значит, когда мы работаем с типами скала, то вся мощь этой системы типов проявляется в их дженериках. Потому что без дженериков система типов, она ничем не отличается от системы типов Java. А за счет дженериков, дженерики в скале, они все-таки более удобные. Там много таких элементов, которые немножко по-другому сделаны. Вот, например, у нас есть такая функция. Голова, списка какого-то. Но здесь уже там будет не domain level, не domain specific примеры, а такие программистские примеры больше. То есть мы хотим вычислить голову и с какого-то списка вытащить. Функция у нас обмен как дженерик. Вот слева от черты мы рисуем дженерик аргументы. А справа, собственно, тип функции с этими дженерик аргументами. И, соответственно, когда мы выполняем сопоставление вот это между стека, внутри стека мы смотрим два последних элемента. Мы должны понять, может ли данная функция быть применена к данному аргументу. И если она может, то что мы получим в результате? Вот эти задачи решает как раз вывод типов. То есть type inference. Хотелось бы мне, конечно, воспользоваться выводом типов собственно скала компилятора, но я, к сожалению, не нашел, как туда добраться. Возможно, если я был бы немножко более упорным, я бы воспользовался тем type inference, который там искали. И, может быть, так когда-нибудь оно так и будет. Но сейчас пока что я делаю type inference самостоятельно, поэтому тут, может быть, не все работает. И при этом есть некоторые такие специфические элементы в этом type inference, которые как бы шаги. То есть началось с того, что выводил простые типы, потом добавил вот такой вот, если у нас типы коллекции не совпадают. Ну и, соответственно, если нам требуется выводить еще более сложные типы, например, когда нам у нас параметром в дженерике появляется тип коллекции. Это как раз та фича, которой не хватает скале от Java. макросы. Ну, да, то есть я уже говорил, что в языке есть функции, шаблоны, а теперь еще и макросы. Почему нам нужны макросы? Потому что, в общем-то, они нам были почти не нужны, пока не потребовалось внутри языка реализовать еще один под язык. Ну, все уже, наверное, видели forEach или SQL. В SQL используется set comprehension. Да, set comprehension. Там используется select. И мы говорим о том, что мы данным запросом представляем множество значений, которые удовлетворяют определенным условиям. Там select, откуда взять, какие условия применить и что получить. То есть это не императивный язык, что нам надо сделать, а это декларативный. Мы заявляем о том, что мы работаем с таким-то множеством и на это множество накладываются такие-то условия. Это называется set comprehension. Оказывается, в бизнес-логике, как вот потом оказалось, там казалось бы, что там правила, есть ли то, есть ли то. Казалось бы, реализуй себе, есть ли то, и все, и нет проблем. Но условия, которые находятся в этой бизнес-логике, они связаны с обработкой коллекции. То есть если в такой-то коллекции есть такие-то элементы, которые представляют таким-то условиям и еще какие-то вещи, то мы должны сделать то-то и то-то. Или отбери из этой коллекции такие-то элементы, а потом сделай с ними то-то и то-то. То есть вот такие операции, если их выражать императивно, это ужас. Если их выражать, допустим, на чисто функциональном языке, они читаются неестественно. А вот если использовать for comprehension, то язык, то есть слова, которые мы при этом пишем, они становятся весьма понятны бизнес-пользователям. То есть выражения, которые получаются. А цель создания языка заключалась не в том, чтобы просто реализовать некоторый функционал. Неважно, какие функции, как они называются. А цель состояла в том, чтобы как раз дать такой инструмент, который был бы понятен конечному пользователю. Поэтому для таких вот вещей наподобие for comprehension реализованы макросы. Ну и, соответственно, оказалось, что значительную часть функционала можно из ядра языка вынести на уровень библиотек. То есть благодаря макросам половина всех определений языка уходит в библиотеке. И, соответственно, их можно заменять в случае каких-то задач. Сама стандартная библиотека. Ну, поскольку мы используем систему типов скала, то мы напрямую можем пользоваться функциями скала, напрямую можем пользоваться объектами скала и все остальное. То есть у нас мы просто говорим давайте вот этот объект и вот он доступен в языке. Эту функцию берем и она выглядит как функция в языке. Тем самым реализация стандартной библиотеки, ну, например, надо нам реализовать поддержку целых чисел. Там сложение, вычитание, умножение. Это просто притянуть операции из базового языка на уровне языка. Это очень быстро и просто делается. Также стандартная библиотека содержит еще вот такие вот макросы и поддержку там нескольких базовых типов, которые есть тоже в стандартной библиотеке скала. Долгое время в языке не было рекурсии. Тем самым язык, он не был полным по тьюрингу. В общем-то, без рекурсии можно и обойтись, но в какой-то момент я подумал, почему бы не называть еще и рекурсию. Это было бы сразу, мы бы сказали, что да, мы можем сделать все на таком языке. Вот. И я нашел способ, который позволяет, опять же, тут некоторую роль играет гамма-контекст. Как работает рекурсивное определение? Мы внутри функции вызываем саму функцию. Но если мы ее определяем, то она еще отсутствует в гамма-контексте, а раз она отсутствует в гамма-контексте, то мы ее не можем вызвать. Можно было, конечно, переделать вот эту логику предварительного объявления, иметь недореализованную функцию в гамма-контексте, но существует решение, которое описано, опять же, в лямбе-очтении, реализованное, придумано. Это так называемый фикс-оператор. Он позволяет язык, который… То есть если мы в язык добавим всего лишь одну функцию под названием фикс, то она позволяет нам внутри языка другие функции превращать в рекурсивные. То есть это такое волшебство. А сам язык при этом может не содержать рекурсию непосредственно. То есть он не позволяет вызывать имя, которое еще не до конца объявлено. Итак, вот пример, как это выглядит. Вот она реализация оператора фикс. Она непонятна. То есть, ну, принимает некоторую функцию на вход, потом принимает аргумент будущей рекурсивной функции и возвращает результат будущей рекурсивной функции. И на выходе он уже на выходе имеет эту рекурсивную функцию. А тело этого объявления, ну, даже те, кто работает на скале, я думаю, тоже могут быть в некотором затруднении, потому что, ну, непонятно, как работает. Вот. Ну, вот на примере посмотрим, как реализуется факториал. факториал принимает на вход как бы реализацию факториала. То есть, вот это вот g, который сюда приходит, это функция реализации факториала. Как же так, спросите? Мы принимаем, то есть, мы пытаемся реализовать факториал, но приняли на вход реализацию факториала. Очень странно. Но ведь когда мы вызываем сами себя, мы именно этим и пользуемся. То есть, мы в рекурсивной функции вызываем сами себя. То есть, у нас как бы уже должно быть определение факториала. В чем здесь фокус? А в том, что мы его вызываем с другими параметрами, мы сводим задачу к меньшему размеру. И для самых наименьших случаев у нас задача решается легко. Вот, соответственно, у нас здесь два случая. То есть, если у нас единичка, то мы возвращаем единичку. Вот это у нас конечный случай. До тех пор мы вызываем эту же самую реализацию факториала несколько раз. А после этого мы с помощью оператора фикс производим замыкание. Оператор фикс, он сам по себе рекурсивный. Но он объявлен внутри скалы. Скала поддерживает рекурсию. А на уровне CPL протянут только сам оператор. Тем самым мы легко можем объявить такую же функцию, такой же оператор, спокойно вызвать, и мы получим рекурсивную функцию, но уже на уровне CPL, сделанную руками человека. И немножко обращу внимание, что в данном случае факториал занимает сколько там? Ну, около пяти строчек. Вот реализация. Это опять же программа. Я, конечно, докторам ее показывать не буду. Но вот это реализация факториала на языке CPL. И, естественно, она занимает гораздо больше слов. И, в принципе, это даже можно сказать в какой-то степени плюс. То есть с точки зрения программиста, наверное, чем короче, тем лучше. Тем меньше кода поддерживать. Но с точки зрения читаемости кода, может быть, чем ближе этот код к языку, тем лучше. Здесь я бы не сказал, что он ближе к языку. Или за счет того, что там у него фикс есть, за счет этого он может быть более понятен. Но тем не менее. То есть мы вот можем объявить рекурсивную функцию внутри нашего языка. Ну и, собственно, вот у нас объявление функции. Этот фиксит факториал фанкшн – это то имя G, которое мы будем вызывать потом вместо рекурсии. То есть это то имя, которое нам оператор фикс передаст. Та функция. Ну и дальше логика, в принципе, straight forward. И в конце мы вызываем эту функцию для 5, и она работает. Про функции я много говорить не буду. Ничем они не отличаются от обычных функций. Также подставляем фактические параметры вместо формальных. В языке реализованы шаблоны. Шаблоны, они отрезают гамма-контекст и буквально переставляют дерево разбора. Буквально. То есть работа чисто техническая, так скажем. Не содержит вот этих операций с гамма-контекстом. Но, тем не менее, она позволяет реализовать очень интересные вещи. То есть мы внутри этого шаблона будем иметь доступ к тем объявлениям, которые сделаны снаружи. Это такой почти макрос, но гораздо проще. То есть если мы посмотрим на реализацию макросов, то в макросах макросы работают со сложной моделью. То есть у них там они решают не предметную область, то есть находятся не в предметной области и оперируют термином предметной области. Макросы оперируют с кодом программы. То есть когда мы пытаемся написать макрос, мы говорим, ага, нам надо создать функцию. У этой функции должен быть такой-то тип, такие-то аргументы. И мы строим с помощью макроса модель будущей программы. Это сложно. А здесь у нас происходит подстановка дерева в дерево или почти текста в текст. При этом мы оперируем на уровне предметной области. То есть его можно гораздо проще понять. Ну и вот пример. Мы объявляем шаблон, который называется patient is mature enough. То есть некий такой шаблон, который выполняет внутри логическую операцию. Логическая операция, в принципе, тоже сама понятна, но она не отражает намерение. То есть мы, глядя на вот эту логическую операцию, должны вникать, что с чем сравнивается, при каких условиях. А имя шаблона отражает намерение. И имя шаблона может быть сделано гораздо более читабельным, чем код, который эту логику реализует. И дальше мы пользуемся этим шаблоном. За счет того, что он использует внешние объявления в контексте, ему не требуется передавать параметров. Тем самым язык получается контекстно-зависимым в какой-то степени. То есть с точки зрения доктора язык получается гораздо понятнее. То есть нам не надо явно для каждой функции сдавать параметры. Мы их упомянули где-то в коде, сказали, что вот у нас минимальный возраст такой-то, даты такие, все расписали где-то. А после этого мы говорим, а теперь мы хотим убедиться, что у нас пациент достаточно взрослый уже. Все, что надо, подтянется из контекста. То есть это для читабельности крайне оказалась полезной вещь. Ну и среди прочего можно вот эти поменять настройки. То есть по умолчанию, например, мы говорим 18 лет. Для некоторых бизнес-правил может оказаться, что та же самая логика работает, но уже с другого возраста. Вот в этом лямбдо-исчислении лучше всего передается, когда один аргумент в функции. Тогда мы берем имя функции, передаем аргумент и все счастливы. Более или менее нормально можно передавать два аргумента. Мы указываем аргумент слева, потом функция, потом аргумент справа и в принципе все классно. Бинарные операции прекрасно вызываются. Но если у нас какая-то сложная логика, она требует передачи нескольких параметров. Вот это будет некрасиво. То есть нам надо эти параметры указать сразу после функции или сразу до функции. То есть как-то их надо записать. И название этих параметров не будет соответствовать читабельности. То есть человек, который будет читать, он не будет понимать, а где здесь логика, где здесь английский язык. Поэтому если мы отделяем объявление этих параметров от непосредственно вызова, то у нас язык получается менее сгроможденным. То есть мы однажды описали параметр, а дальше он у нас автоматически используется в тех случаях, когда требуется. Ну вот, соответственно, такая фишка. For comprehension. Ну здесь они тоже называются for comprehension. Вообще в математике они называются set comprehension. Но в языках программируемые видим это for comprehension. Теперь уже сложилось. В принципе, конструкция эквивалентна SQL. То есть когда мы select используем, это set comprehension. В scala это for comprehension. И, наверное, там в C-sharp есть встроенный линк. Там тоже есть вот эти comprehension. Ну и здесь они в CPL тоже есть. То есть мы объявляем вот такой макрос, который дальше берет на себя… То есть макросы работают в этом языке каким можно? Они берут на себя управление в процессе разбора. И поэтому они могут вводить новые синтаксические элементы. Вот они в частности вводят такие синтаксические элементы, как в коллекции. С помощью… Во-первых, имя. Здесь вводится новое имя переменной. Поэтому мы до того, как мы знаем имя переменной, оно отсутствует в словаре. И поэтому мы должны сканировать до какого-то ключевого слова. Ну либо с помощью бэктиков ограничить полностью имя. Бэктики мы не хотим, потому что они плохо читаются. Поэтому мы ищем до ключевого слова in. И бэктики нам надо использовать только в том случае, если у нас в имени переменной используется этот in. По типу коллекции мы делаем type inference и находим тип этой переменной. Дальше мы можем использовать один из нескольких вариантов. Там such z, например, yield. И, по-моему, еще какая-то операция была. А, и for. То есть мы можем сделать несколько for. Если у нас несколько коллекций вложенных, например, структура данных развесистая, и мы хотим разобрать по большой коллекции, внутри у каждого элемента еще какая-то коллекция, и мы хотим что-то найти. То мы, соответственно, здесь используем for, for, for. Несколько for. For, such z задает условия, и yield выполняет отображение. То есть мы берем и конкретный уже общительный результат для найденных элементов. И еще один оказалось. То есть в этой бенслогии там редко встречается for, но гораздо чаще встречается there exist, поскольку мы проверяем на существование какого-то определенного условия. То есть в этой коллекции при таких-то условиях выполняется то-то, то-то. И вот в этом there exist – это, в принципе, полный аналог этих for comprehension. Его задача только в том, чтобы понять, пустое множество или не пустое. И поэтому здесь нету yield, ну и используется другое начало, ключевое слово. На дереве этот for comprehension выглядит вот примерно таким вот образом. То есть мы делаем визуализацию, мы разобрали текст, а потом мы можем с помощью визуализации посмотреть, как реально это будет выполняться. То есть это вроде как схема запроса или что-то такое. Это тоже пример правила. Я здесь добавил пробелы, чтобы можно было видеть, где границы между идентификаторами и ключевыми словами. Значит, ну вот у нас объявлена коллекция. Это шаблон. И где-то в контексте должна быть объявлена вот такая переменная с таким типом. Ну и, соответственно, он выдаст ошибку, если такая переменная отсутствует. Дальше мы проверяем, поскольку здесь option. Дальше мы вызываем этот there exist. Существует clue line, это новое имя, в строчках таких. Это коллекция. Дальше мы проверяем условия. Довольно развесит это какое-то условие, которое применяет функцию intersect. Диагнозы – это внутри строки есть такое поле. То есть здесь мы вызываем, как бы здесь связка, пересечение с вот такой связкой. И проверяем, что это пересечение не пустое. Вот такая вот популярный механизм, который даже теперь, по-моему, в Java появился. Это REPL, который позволяет непосредственно выполнять куски кода в ходе разработки. Это для ряда случаев оказывается весьма удобно. Поэтому мы тоже здесь реализованы. И там есть некоторые нюансы, которые заставляют нас выполнять по кусочку. То есть когда мы выполняем целиком программу, это нам проще. Когда мы выполняем по кусочку, то это может вызывать некоторые сложности. Ну вот там REPL тоже реализован, и он поддерживается. Вот пример, как это выглядит. То есть вызывается заголовок. Можем посмотреть какие-то команды, загрузить стандартную библиотеку и выполнять какие-то операции. Ну и в оригинале там можно было прокручивать, в этом reveal.js. Там можно было прокручивать. Но в PDF, видимо, прокрутка отсутствует. А, здесь немножко более подробно про вывод типов. Я так понимаю, что время уже нас немножко поджимает, да? Нет еще пока? А, еще 10 минут. А, прекрасно. Значит, здесь немножко более подробно про вывод типов. То есть, вообще говоря, задача вывода типов, она как бы с одной стороны простая, с другой стороны есть некоторые нюансы. То есть вывод типов делается с помощью уравнений. То есть у нас есть неизвестные типы, и мы хотим их из одного равенства, или там можно больше, чем из одного равенства, мы хотим вывести этот тип. Поскольку имплиситы еще пока здесь не поддерживаются, то задача вывода типов становится проще. У нас одно равенство. То есть мы берем одно равенство и пытаемся левое дерево типа с правым деревом сопоставить. Сопоставление выполняется структурно. То есть у нас составляется такое уравнение, и в данном случае оно решается элементарно. Поскольку у нас типы одинаковые, то мы сопоставили с разночной, т равно apple. В этом случае у нас, несмотря на то, что имя конструктора типа sequence не равно конструктору типа list, мы выполняем структурное сопоставление, и дерево сопоставляется. И мы выдвигаем гипотезу, что т, если бы т был равен apple, то структурно эти типы сопоставились бы. После этого мы вот это сопоставление делаем, говорим, что t равен apple, и проверяем, а действительно ли теперь типы совместимы стали. Если они совместимы, то мы говорим, отлично, мы нашли результат. Если не совместимы, мы говорим, извините, результат не подходит. Ну, а если они структурно не совпадают, типы, то у нас вопросов не возникает. В скале можно объявлять алиации. Вот таким вот образом. То есть мы говорим, что у нас есть новый тип, объявляем, у него будет один аргумент, а справа функция, которая принимает два типа аргументов. И можем ли мы сопоставить предикейт с функшеном? Вот напрямую, если мы сделаем структурное сопоставление, это сделать нельзя. Но есть возможность выполнить de-aliasing. То есть мы выполняем, проходим по всему дереву и заменяем каждый тип на его определение. Если там новые алиасы возникают, то мы их снова заменяем и получаем уже точное конечное дерево типов. И уже по тому дереву выполняем сопоставление. И, значит, еще один такой момент. Для того, чтобы мы могли с кодом работать, оказалось, что, несмотря на то, что текст хорошо читается, непонятно, где заканчивается один идентификатор, а где начинается другой идентификатор. То есть когда мы этот текст анализируем, он хорошо читается. Но зачастую нам требуется не только читать и понимать логику, нам еще хочется понимать, как она более детально устроена. Вот для этих целей делается в конечном документе, который подписывается, делается подсветка синтексиса, которую, ну, такие, не очень видно, с серенькими прямоугольничками обводят отдельные обособленные идентификаторы. То есть, например, вот здесь обведен h, minh, вот это вот раз, в такой у нас идентификатор обведен, отдельный идентификатор и minh. То есть это все отдельные идентификаторы. И в некоторых случаях мы используем даже, ну, во-первых, ключевые слова. Еще мы хотим подсвечивать другим способом. Благодаря подсветке ключевых слов мы видим структуру программы. То есть она, ну, с точки зрения читабельности не программиста, это может быть вредно, а вот с точки зрения читабельности программиста, это как раз наоборот полезно. Потому что человек видит, как логику работы программы, она подсвечена. Как это делается? То есть к парсеру примешивается трейд, который по ходу дела отслеживает точки перехода между идентификаторами. То есть токенайзер парбойл сам по себе, у него есть возможность считывать позиции всех токенов. Мы эти позиции запоминаем, стартовую, конечную. И в момент работы парсера, ну, не всякий раз, а только тогда, когда надо сделать подсветку синтекса. То есть вот это подмешивание выполняется только в специфическом случае. И по ходу дела, по мере разбора мы выполняем разметку. К какому классу относится данный идентификатор. И это работает для всех известных идентификаторов. Для типов работает, поскольку мы типы можем понять. И даже мы можем для особых типов, мы можем для них сделать другую подсветку. То есть мы не просто говорим, что идентификатор, а поскольку нам в момент разбора известен тип этого идентификатора, то мы можем этот тип сообщить по системе разметки, она будет другим цветом подсвечивать интересные нам идентификаторы. И оставшиеся компоненты в коде, то есть после того, как мы разметили все идентификаторы, у нас остаются только ключевые слова. Ключевые слова у нас откуда берутся? Либо самим встроенный в язык, либо из макросов. Вот, соответственно, вот здесь у нас слово, вот это, оно взятое из библиотеки, но оно помечено как макрос, поэтому мы его не размечаем как идентификатор. А вот эти появляются уже внутри макроса, поэтому мы их вот таким образом методом изучения забираем. Я уже подхожу к окончанию доклада. То есть, конечно, я не рассказываю про весь язык, а я рассказал только про те вещи, которые как бы интересные. Как бы вот такие моменты, про которые, может, ты не узнаешь никогда, если не столкнешься со своим языком. Мы говорим о том, что мы пишем domain-specific language. То есть здесь есть своя специфика. Несмотря на то, что для каждой превентной области свои требования, свои как бы интересы, вот для каждой превентной области может оказаться свой нюанс. Вот здесь у нас оказалось что? Что мы хотим получить текст, который читается человеком. То есть, рабочая программа и при этом, чтобы текст читался в точности, как правило. Делалось даже таким образом. Мы берем правило, написанное на старом, в старой технологии, правило исходное. А потом пытаемся подобрать вот эти определения имен, макросы, шаблоны и все остальное таким образом, чтобы правило исполнялось буквально. То есть, мы берем старое правило и оно на полуформальном языке. И оно может быть выполнено, ну там, с небольшими коррекциями. может быть выполнено вот в этом СПЛ, если мы объявим предварительно такие объявления. То есть, ключевым элементом здесь является вот этот вокабуляр. То есть, набор тех фраз, которыми может пользоваться доктор для того, чтобы получить такую вещь. Ну и, естественно, возможность объявления собственных имен, возможность объявления своих вокабуляров. В языке поддерживаются модули, библиотеки, все остальное. То есть, это позволяет строить вот эти системы политик. Несмотря на то, что доктора вот сами по себе, они вот пишут эти правила. В принципе, при определенной тренировке, при определенной поддержке со стороны ИДЕ, доктора могут напрямую эти правила даже писать. То есть, мы даже, у нас тоже проводился эксперимент такой, доктора непосредственно писали правила, но потом программисту приходится все равно это немножко почищать, потому что, видимо, требуется тренинг, потому что требуется тренинг и поддержка ИДЕ, чтобы можно было проверять компиляцию, подсветку синтексиса, переход к определению и так далее. То есть, все стандартные возможности, которые нам хотелось бы иметь. Но есть такой момент, что мышление докторов и мышление программистов сильно отличается. Здесь мы создаем программу. И программа, она имеет сложность, становится сложной и необходимо бороться с этой сложностью известными для программистов методами. Абстракция, декомпозиция, выделение общеиспользованного кода и так далее. Доктора склонны делать копипаст, дублирование имен и так далее. И есть определенная степень небрежности в том, чтобы делать точное определение. Потому что здесь мы хотим иметь точное определение правила, чтобы оно работало. А они пишут, пропуская многие моменты, которые подразумеваются. При подразумеваемых моментах либо мы их должны импортировать откуда-то, это подразумевается, поэтому мы это импортируем. И мы должны интерактивно с доктором такой базовый набор подразумеваемых вещей где-то определить. Да, для программиста, который привык работать с обычным кодом, все прекрасно. Точнее, чем короче код, тем лучше. Здесь, когда мы видим вот эти вот длинные такие правила, программист, может быть, некоторые теряются. Ну, в скале мы там одной строчкой записали и все. А здесь мы получаем такие развеские вещи. Но доктора, они работают с правилами, которые распространяются на несколько страниц. Они уже счастливы от того, что здесь есть подсветка синтекса, у них есть там некоторая структура. За счет того, что мы можем объявлять имена и декомпозицию этих правил. То есть уже вот эти отдельные элементы уже резко как бы упрощают те правила, которые были изначально. То есть для программиста это еще как бы надо, хорошо было бы еще короче, но для докторов вот эта вещь очень полезна и понятна. Все. Ну и надо развивать в пользователях, именно развивать определенные усилия, прикладывать тренинги, обучения в том, чтобы делать хорошие программы. Потому что это именно программирование. Так, ну здесь вот примерно нарисована структура программы. Корнем является семантическая модель. То есть вот это все, оно в конечном итоге попадает в семантическую модель. То, что мы рассматривали в основном это парсер. Внутри скалы, естественно, реализован то, что сначала было сделано, внутри скалы реализован маленький DSL. Это делается быстро, благодаря вот этим возможностям скалы. Это на ура. Раз, и у нас получился язык уже, которым можно пользоваться для обрисования правил. Мы выдаем ошибки. Синтаксический анализ позволяет нам проверить, а все ли случаи рассмотрел доктор, а полное ли правило, или будут такие случаи, которые не попадают сюда. Мы на выходе, мы пользуемся сейчас компилятором, не компилятором, интерпретатором. но теоретически можно сделать и компилятор. То есть, если нам потребуется, это можно сделать JIT. И производим сразу документацию. Тут даже трудно сказать, что именно является документацией. То ли мы исполняем документацию, то есть у нас политика, это там PDF-документ. То ли мы исполняем PDF, то ли PDF является документацией к рабочей программе. Потому что это, в общем-то, одно и то же. Это мечта Дональда Кнута, который когда-то давно придумал такую концепцию литерат программинг. С тех пор оно как-то немножко подзабылось, а здесь вот оно практически буквально. То есть мы получаем текст, который понимается одинаково людьми и компьютером. Ну, в общем-то, на этом все. Спасибо за внимание.